Забытая война. Столетие начала Первой мировой войны посвящается. По таким названиям в городе Пушкине состоялся концерт хора Валамского монастыря. Солисты хора через песни и стихи передавали слушателям воспоминания о русских людях, которые отдали свои силы и жизни ради спасения Отечества. Понять чувства и переживания, мотивы самоотречения и подвига русского народа во время Первой мировой. Через стихи и песни. Это концертная программа «Забытая война» праздничного хора Валамского монастыря. Это знаковое событие для истории нашего государства, последствия которого, но они несоизмеримы. И, конечно, нам бы очень хотелось вспомнить тех людей, которые отдали свои жизни ради нас. Вспомнить и не только музыкальное творчество, которое на самом деле, к сожалению, было такое уже довольно бедное в то время. Потому что кризис – это начало апостасии всей. И начало действительно вот этой такой битвы всего христианского мира с силами зла. В программе прозвучали не только патриотические, исторические и лирические песни того времени, но и стихи поэтов Серебряного века – Гумилёва, Ахматова, Катаева, под музыку Глинки, Рахманинова. Над программой солисты хора трудились несколько месяцев. Был проделан огромный труд, чтобы программа получила свою цельность и единство. Целью была программа объединить военные события и Христову правду. И то, что действительно люди отдали жизнь свою за друзей своих – одна из заповедей Христов. Кто отдал жизнь за други свои, тот и спасется. И нет лучшей заповеди такой. Поэтому все это отражено в нашем концерте. И надо было объединить эти два понятия. Праздничный хор Валаамского монастыря – это уникальный творческий коллектив, соединяющий богослужебное пение и светскую концертную работу. Голоса исполнителей, прекрасно сочетающиеся между собой, – это большой подарок для жителей города Пушкин. У наших гостей столько красоты в голосе, красоты в их лицах. Они все воодушевлены, и мы в зале тоже воодушевлены. Чувства меня переполняют, честное слово. Каждый концерт для нас неповторим. И вот эта жизненность, участие, коллектив, как будто бы действительно все время первый и последний раз. Очевидно, программа и какие-то события, которые происходили, и подбор всех произведений и стихов, и аранжировки, они действительно очень хорошо попали в точку и в самое сердце и ребят, и зрителей. Поэтому настолько все искренне, по-человечному и правдиво в этой программе, что она может петься не в мгновенное количество раз. Финал программы – песнопение о чудесном явлении Пресвятой Богородицы русским воинам, об их самоотверженности и величайшей жертве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok